так этот микрофон тоже работает мы берем микрофон для того чтобы звук можно было записать поэтому миша ближе вот так просто ближе как певцы российские да нас сегодня не так много но я хотел бы поговорить опять про историю современность потому что вот та материальная сторона про которую мы все время рассказываем она связана с таким проникновением что ли истории в современную жизнь то есть это материальное строительство которое было принято там в 19 веке прошлый раз мы говорили про дерево у нас были австрийские гости мы говорили про современное трактовку технологии деревянного строительства сейчас мы возвращаемся опять от дерева к таким достаточно инертным что ли стенам это кирпич и его вариация то есть это наверное и крыши и стены и несущие конструкции и отделочные материалы возможно и благоустройство и так далее вот я хотел бы представить наших гостей Михаил Мамошин это очень известный архитектор Санкт-Петербурга я сейчас не знаю какие вы должности занимаете но по моему все которые были возможны Михаил занимал академик значит российская академия архитектуры и строительных наук Алла Богатырева супруга может быть вы представите лучше кроме того что вот мы всю жизнь вместе Алла полноценный главный партнер всего того что творится в творческой жизни мастерской Алла главный редактор архитектурного ежегодника Петербурга это издание которое 15 лет уже ежегодно освещает архитектурную жизнь Петербурга что касается других направлений то это направление по экологии представление Санкт-Петербургского союз архитекторов во всех зеленых мероприятиях ну я хочу напомнить что все наши мероприятия вот этого года проходят под эгидой конкурса архновация который тоже является одним из пунктов экологичности зеленого строительства и устойчивого развития то есть мы как бы в этой сфере очень близки теперь я хотел бы продолжить нашу тему ну поговорить о том как на самом деле материалы могут изменить наше время да вот насколько скажем производство или насколько такой штучный материал как кирпич может заменить или как-то приукрасить что ли строительные технологии современности поскольку мы знаем ну как сейчас строится либо это сборная там дома либо это большие каркасные монолитные вот на ваш взгляд Дмитрий как как вы считаете есть будущее вот сейчас за таким ну как бы поворотом что ли к традиционным материалам и производство из них других домов другой типологии как вы видите вот этот вопрос во первых я также хочу поприветствовать наших гостей замечающий фонтус который организовал Сергей Львович в галерее Тумани это очень важное мероприятие особенно в жизни региона северное и Москва но я должен сказать что как обыватель потребность в архитектуре в целом в красоте она очень большая и наслышна ну а что касается традиционных интерьев я должен сказать что по мере того как идёт жизнь, идут года я замечаю что я становлюсь всё консервативнее и консервативнее вот поэтому это не касается не только переключая это касается всех абсолютно аспектов моей жизни я становлюсь всё большим и большим корониками традиционности и истории историю средств и то самое лучшее что было создано что было придумано я должен им передать своим детям для того чтобы они точно так же получали удовольствие в жизни и успешно ну а что касается кирпича я должен сказать непосредственно проводя маркетинговый мониторинг рынка предпочтений потребительских мы скажем современным языком то наблюдаются очень серьезный поворот с точки зрения малоэтажного домостроения разворот именно тоже к этому традиционному строению и в плане архитектуры соответственно именно от архитектуры уже начинают появляться потребности таких традиционных материалов в том числе и кирпичам что касается непосредственно высотного домостроения то здесь ситуация неоднозначна почему? потому что на сегодняшний день для промышленного строительства от топового среди длинного строительства одним из очень важных параметров является скорость строительства потому что как правило застройщики работают на заемных средствах соответственно деньги стоят тоже денег и здесь произошло разделение на сегодняшний день традиционные материалы как в принципе традиционная архитектура с инвесторами она требует как достаточно серьезных затрат с точки зрения привлечения действительно профессиональных и высококлассных архитекторов и точно так же по материалам и по специалистам которые умеют работать поэтому произошло разделение традиционные материалы традиционные или нео традиционные как модно говорить архитектура она сейчас применяется скажем так в верхнем ценовом сегменте в более дорогих объектах естественно такое количество объектов больше всего это в Москве и в Санкт-Петербурге и в Казани но может быть исключением здесь является на самом деле Лешкар-Ола и является наверное еще исключением Чебокса это не богатые регионы но тем не менее традиционность там очень святочница что касается других регионов по всей нашей большой необъятной родине то к сожалению сейчас идет момент на упрощение причем это упрощение самое интересное оно идет не только с точки зрения удешевления объекта но идет в том числе интеллектуального упрощения потому что есть вещи которые можно даже сделать не традиционными материалами да там ну сценарь живет это не инфилируемую фасаду но когда ты смотришь на то, что построилось ну если это не вызывает ужас то это вызывает уныние и вот к сожалению вот эта вот вторая категория вот этого упрощенного высотного настроения оно получает это очень сложный и опять же с точки зрения хотя я сам не занимаюсь производителем железобетонных изделий она не участвует в производстве панелей для строительства домов железобетона но с моей точки зрения это тот материал который в принципе может ускорить дешевить в принципе достаточно сложную архитектуру и пластику фасадов меня удивляет когда строятся новые заводы используются железобетонных изделий вот плит для панельного домостроения не покупаются потенциалом как раз таки реализации достаточно сложной пластики фасадов но это остается у них неприменимым и вот здесь действительно такая грусть печаль я рассуждаю не как производитель керамики да я я рассуждаю исключительно как обыватель тем более я не рассуждаю как обыватель просто я действительно я никогда не хочу уезжать из этой страны я хочу жить здесь я хочу жить в нормальной комфортной среде обитания в том числе и с точки зрения визуального восприятия потому что то что нас окружает это не громкие слова но это реально влияет на наши мысли это влияет на тип мышления наших детей и мне все таки хочется чтобы у нас будет все хорошо поэтому среда обитания она реально должна быть гармоничной хорошо прошу прощения за долгий спич хорошо мы подошли с вашей помощью к такой терминологии как комфортная среда обитания то есть это наверное тоже одна из основ устойчивого развития и вообще говоря экологии жизни я хотел бы обратиться к Кале и спросить вот как вы считаете все таки Питер наверное вот на мой взгляд это сейчас претерпевает самые такие крутые изменения вот почему то Питер мне кажется не Москва даже потому что он был всегда имперский город у него был такой ну так скажем единый фасад что ли центр по крайней мере да была высота была какая то принятая стратегия вот и сейчас глядя на окраины Питера ну это все вызывает большое удивление потому что выстраиваются стены ну как будто город окружен еще какой то крепостной стеной из новых домов что такое для для Питера все таки вот комфортная среда обитания как вы считаете насколько востребованность вот этого строительства ну будет и дальше либо она все таки когда-то закончится очень вопрос задан как бы что является средой обитания дело в том что то что вокруг Михаил Петрович прошу вас проще историю старый Петербург и в нем есть локальное строительство которое как то эстетически очень сильно зависит от традиций города город молодой 300 лет небольшой вот поэтому когда происходят какие то обкрапления достройки реконструкции в старом городе конечно у нас архитекторы работают в центре города вот эти все инновации традиции да потому что можно строить устойчиво да использование очень хороших материалов если дается заказчика ну а заказчики в Питере вот в нулевые и вот первые десятилетия были очень значительные очень много было иностранных инвесторов и они конечно понимали что это такое и поскольку я начала этим заниматься сплотную и привлекать различные европейские технологии для выражения своих эстетических идей то есть те повесенновации уже технологические улучшенные комфортные средства они начали процветать тот кто это слышал удавалось убедить были очень дорогие объекты в этом смысле фасады как в европе занимали 25 процентов от общего фасад небольшой фасад францавказ строила в 130 квартале и в отель они получили очень высокие международные знания и поскольку хотелось строить в традициях но камень дорог например пришли заняться новые технологии как я это называла в свое время эффективный фасад и я параллельно с устойчивой архитектурой где-то с 2003 года мы с Михаилом взяли такую уникальную программу для инженеров очень много я в Москву ездила за границу чтобы вот эта комфортность и в то же время с экономией площадей с фасадом придумали новый фасады с камнем интересных материалов и все это должно укладываться в бюджет то есть там экономически технически архитектурно эстетически но самая главная задача это эстетическая кроме комфортной среды еще чтобы эстетика не ухудшалась вот есть достигнутая плата архитектура в Петербурге это то что нас воспитал то что у нас с Михаилом вообще человек попал в Петербург а я родилась в этом вопросе и для меня это было естественно то есть традиция с одной стороны это не должно быть повторным каким-то а поскольку были уже знания хотели довести как кто-то хотел их использовать что называется но чтобы они не испортили именно центр центр и конечно нас очень вдохновлял город это ну можно учиться конечно в институте но как я говорила нашим молодым институтом где-то ходить по улицам учиться я хожу учусь фотографирую начинаю разбираться и учусь вот и поэтому хотелось дальше найти более тенденции что бизнес требует больше большой кирпич чистая кирпичная стена как у нас в доме там метр например понятно что это очень большие потери что я считала для Архангельска нам не удалось увидеть заказчика у нас было очень очень кирпичную стена хотя можно было тоже и люди потеряли три с половиной тысячи квадратных метров в огромном объеме мы им объясняли и они говорили нет у нас не будут покупать потому что привыкли точность не зависит там более легкий мы применяли когда пищу аж выбирали так получилось вот совпадение и поэтому я думаю что эта тенденция могла бы в Петербурге получить самое широкое развитие ну большой пропаганды такое количество семинаров вот у нас 120 архитектор приезжал с 2000 года на международные семинары каждый год возили все эти компании мы договаривались объединяли стекло металлические конструкции там трубые дома вентилируемый фасад все самое экологичное самое эстетичное с хорошим дизайном европейская уже российская компания все построили заводы продвижение было великолепно у вас есть есть потрясающие алюминиевые обструкции ну нет расчета который бы наш инженер уже не могла сделать очаровательные люди интересно работать как вас слушают человек говорит да бывает он специалист и он уже там болеет вот и я думаю что я тут параллель проведу с кирпичным потому что мне всегда хотелось когда я заметила что есть кирпич в России строен недожженный переженный вот так вот гамма мы пытались в одном объекте сделать и когда появились новые кирпичи большое еще подсквыри потом человек естественно кирпичу относится знаете из кирпича кто придадет а только будет какой-то рим фасад все наши жители это мы потеряем площади то мы сюда рожьем то есть кирпича мы точно построим поэтому мы сделали так что потом получили премию и большой интерес проявился там дальше это развивается так что я думаю что это прекрасный традиционный материал и я думаю что при таком качестве и вот знаете человек чувствует все-таки глина обожженная это очень древний материал очень древний да и мы знаем что таракота каждый человек это как родное без ярких каких-то контрастов а вот на этих древних натуральных таракотовых отделках может быть очень много они землистых кумбристых английская красная там таракот очень много да мне кажется это очень большой деятельность и вот я не совсем согласна Дмитрий что это значит невыгодно я думаю что это для выгода потому что это можно очень качественно сделать и качественный класс мы сегодня с вами смотрели какие пространства прекрасные в музее современного искусства да здесь же вот Женя отмела да расчисто и все и как это все работает со старым городом поэтому я думаю что все что из кирпича даже если это кубики а если еще там черпица будет такая короче мне кажется кирпича большая мне это нравится если вернуться если вернуться еще к традициям вкладок уникальных мы сохранили в Петербурге целая комиссия мишек за сохранение кирпичных вот этих заводских зданий там очень интересные очень интересно можно это современный архитектор ну к сожалению не все от архитектора зависит я вот хотел бы передать слово вы знаете что наша миссия мне кажется социальная убеждать заказчика мы пытаемся да что это не дожду ведь сейчас задачи быстро построил продал я ничего не знаю понимаете а из-за нарушения эксплуатации приходит к нам самое смешное мы вынуждены сохранять здесь архив даже вот там не оцифрованный там рушится и смотрим что там большие нарушения поэтому как вот Михаил сказал что действительно вот такая легкая дешевая архитектура даже если она хорошо нарисована она устаревает из-за качества поэтому конечно если уж тот же вентфасад надо сделать очень качественно да чтобы не старел детали вот это вот вкус материальной вот этой красоты он же и устойчивый он же и зеленый понимаете то есть производство этих материалов тут все в комплекте мышление должно быть я считаю что толк архитектора это объяснить строителю и заказчику тогда это будет хорошо тогда у меня вопрос к Михаилу будет еще дополнительный вот вы как практикующий архитектор достаточно хорошо изучили я думаю заказчика современного и наверное будете экспертом вот я хочу спросить может ли архитектор поменять мировоззрение заказчика ну там не на одном может быть объекте а на несколько то есть возможно ли такой вариант вот развитие событий ну я с удовольствием отвечу на этот вопрос а потом хотел бы продолжить ну естественно начали я думаю что за последние там четверть века 30 лет очень много изменилось и наверное сегодня просветительская функция архитектора заказчика она в новый формат пошла потому что если где-то вот наши учителя там рассказывали бесконечные истории там истории со строителями с заказчиками все очень сильно изменилось потому что нас на сегодняшний день заказчик сам путешествует по миру он видит он все знает то есть и сегодня компетенция заказчика не меньше чем компетенция архитектора я бы сказал так и наверное сегодня открытость информации еще помогает этому процессу я думаю что на сегодняшний день очень важен диалог заказчика со строителями заказчика и архитектора и вообще участников диалога очень много и я бы наверное вспомнил такую историю когда мы были молодыми людьми Чак Дженкс написал книгу и там была потрясающая табличка суть этой таблички была следующая большая таблица внизу таблицы был такой как бы три графы заказчик архитектор и подрядчик заказчик государственная организация подрядчик государственной организации архитектор государственная организация результат унылая неинтересная печальная грустная таблица вершине этой таблицы стоял другой параметр заказчиков. Личностное обозначение. Компания. Личностное обозначение. Это личностное обозначение. Авторская, качественная архитектура, соответствующая. Так вот, наверное, здесь тот вопрос, который мы задали, это глубоко личностной философский вопрос. Что зависит от того, заказчика. И если заказчик личностно обозначен, то этот диалог состоится. Потому что диалог может быть только тогда, когда он личностно обозначен. Если диалог корпоративно обозначен, это переговоры. Для этого есть переговорщики, то есть садятся, договариваются. Я думаю, что если личностно обозначен заказчик, и влияние на другого, позитивное и применение. Я бы так ответил на этот вопрос. Сейчас я бы ввести эту дискуссию, которую мы подняли. Я думаю, что действительно со времен Междуречия бабелонской культуры возникла такая кладка, а еще и раньше она была обнаружена археологами. И кирпич, наверное, кирпич имеет одного конкурента. Одного конкурента, это кладка из естественного камня. То есть по большому счету конкурента больше нет. И на сегодняшний день мы имеем новый этап, такой виток, может быть, скоростного строительства. Примеров было очень много, потому что если мы возьмем даже тот же Петербург, то там первые, помните, были скоростное строительство, когда делали глинобитные дома, их раскрашивали порой даже под кирпич. Тоже требовалось скоростное строительство, не меньше, чем сейчас. Потом, значит, потом вот это первые вещи, потом доходило до того, что я знаю, где-то в средней России тоже есть такие вещи, что из каких-то соображений, имиджа, там кирпичный дом, как бы деревянный дом оделся кирпичом. В эпоху развития садового движения в перестроечной России зачастую была такая технология, когда человек строил капитальный фундамент, дом делал из бруса и на односе обкладывал кирпичом. Целая культура ментальная возникла, то есть кирпич, нам нужен, нам нужен брус, нам нужно все. И мне кажется, в этой связи, наверное, очень интересно обратиться к этой проблеме скорости строительства и капитальности строительства, как она отдаивалась нашими предшественниками, потому что Петербург четко было регламентно прописано. Приходили каменщики, ставили за один сезон любой дом, подводили его под крышу, делали печи и всю зиму дом протапливался, вставляли столяр. На следующий сезон, когда дом нормально оседал, опять же, в теплое время года, зимой начинали делать еще внутренний отдел, печи параллельно топили и во второй сезон дом был в стопроцентной готовности. То есть, наверное, два сезона это много, если мы говорим о каких-то сегодняшних ситуациях, то надо сделать какой-то вызов этому скоростному строительству. И опять же, скоростное строительство, вернемся к тем вещам, мы сегодня уже видим 30 лет скоростное строительство. И сегодня у нас уже была в преддверии нашей встречи дискуссия о том, я сегодня очень сильно увлечен тем, как стареют, я вот посчастливилось, вижу, как взрослеют мои здания. Вот я смотрю, и я вижу, чем капитальнее, чем основательное здание, тем оно становится интереснее. Мы тут последнюю гиперболу, как вино становится лучше, и также, наверное, не из каждого человека вырастает красивый старик. Человек, неправильно проживший жизнь, он не будет благообразным старцем, внушающим уважение, доверие, юношество, и также дом, который имеет нехорошую историю создания, сделан легкомысленно, с порочными какими-то деталями, он с возрастом становится страшнее. Мы видели такую вот вещь, допустим, там постройки вот сталинской архитектуры, она стареет красиво. Вот очень многие эксперименты после отепельного хрущевского периода на сегодняшний день, они первоочередно приносятся в жертву, расчищаются, чтобы на их месте что-то другое построили. Это о чем и говорит, что там тоже уж каких скоростей, какие скорости были. Я смотрел документальные фильмы, дом собирали где-то за 12 часов, какие-то бригады там передовые все ставили, и чуть ли не жильцов на следующий день. Я помню, ребенком был, я был, это слышал, да, то есть вот очень хотелось. И мне кажется, что вот этот вот как бы диалог, вот совмещение скорости и качества, вот в Петербурге приноровились тогда в два сезона строить, да, вот как бы, наверное, сегодня, учитывая темпы строительства, можно дом быстрее делать, потом, ведь в чем дело, в чем дело в стройке, самое главное закрыть тепловой контур, а потом облицовку. Надо отделить два этих процесса. И на сегодняшний день, чем успешные технологии, вот которые идут эффективные, быстро закрывается контур, потом не спеша делают. Если мы сегодня используя вот как бы все технологические наработки, у нас удивительная вещь, я с молодыми архитекторами говорю, они даже не знают вот такого слова кирпичная кладочная сетка, помните, вот как бы, да, это, нет, я на работе специально размножил вот этот документ, всем выдал, они с помощью вот такое, то есть они не знают. И получается, что если бы мы сделали какой-то, может быть, такой сюжет, даже вот с использованием современной компьютерной технологии, когда можно разложить капель кирпичек, закрыть, сгнать очень быстро контур с порезованным кирпичом, закрывать его, делать систему штрафа крепления и потом, закрыв контур, пока ведутся внутренние отделочные работы, не спеша качественно делать кладку, причем, как это в Петербурге, много есть зданий, кабанчиком облицовывали так, не спеша, керамикой, и в принципе, самый хороший опыт, это история наших предшественников, если сегодня взять такой сюжет и еще одна мысль, мне кажется, что вот предел кирпичного строительства, наверное, это 6-7 этажей, вот Петербург, вот берем, никто не строил больше, в Америке, когда стали строить дома больше 4, 5-6-7 этажей, уже был заряжен вот этот, как бы, сталелитейный конвейер, стали делать, кирпичом, стали только обкладывать, следуйте, на чем идет речь, надо априори признать, что в многоэтажном, в средней, высокой этажности, кирпич может использоваться как отделочный материал, надо, вот там может быть железобетон, с его плюсами и минусами, если бы у нас пожарным сертификатом был бы разрешен металл, был бы металл, если бы, вот сейчас, деревянные дома строят, скоро еще, может быть, деревянный каркас будет эффективный, и обкладывать кирпичом, такое тоже может быть, не будем зарекаться, а вот сегодня отделить два, две, два процесса закрытия контура, подключение тепла, внутренней отделки и как бы инженерного и отделочного насыщения внутри, и два этих процесса на финале, они догонят друг друга, а наша беда в том, что мы пытаемся отделку кирпича сегодня делать изначально с закрытием контура, это ведет только к одному потере качества наружной кладки, и это априори невозможно, даже я уверен, что некие вещи, вот этот вопрос надо поизучать, мне кажется, и многие шедевры кирпичные, там была система совмещения наружной и значит облицовочной кладки, да, наружной и внутренней, да, поэтому я думаю, что вот кирпич материал, ну, особенно здесь, находясь в Нижнем Новгороде, мы видим столько таких вот, как бы, точек опор, которые были в 18-19 веке сделаны, Петербург, он не стал кирпичным, кстати, насчет Петербурга, Петербург, очень интересный феномен, Петербург гражданский, не стал кирпичным, он весь аж такой, там есть естественный камень, чуть-чуть, за редким исключением, есть в эпоху модерна, стал появляться кирпич, а промышленный Петербург, это весь, это сотни гектаров, сотни, то и больше гектаров, это все красная кирпичная архитектура, и сегодня она обретает новую жизнь, сегодня стремление вот к экологичности, к вечности материала, вот ведет к тому, что здание появляет новую жизнь, новое функциональное наполнение, так что вот мне кажется, что кирпич это такой материал, вот человек вышел из земли, как-то это наверное, и уйдет в землю, наверное, и трудно найти какой-то, заменить кирпичу, кроме естественного камня, еще раз повторю, что очень дорого. Спасибо, Михаил, очень полный и ясный спич, я честно говоря, хочется сразу закрыть тему обсуждения, но на самом деле у нас, мне кажется, города разрастаются не совсем верно, у меня такое ощущение, не знаю, как у вас, то есть типологически строительство высотных домов на окраинах, оно, на мой взгляд, ничем не оправдано, то есть мы привыкли, когда нас учили еще наши предшественники, думать о том, что пригород должен быть малоэтажным, то есть силуэт города всегда рисовался наоборот, то есть центр как бы чуть повыше, а как окраина мы снижаемся. Вот, да, часть моего вопроса была в этом, потому что Питер, шестиэтажный, да, застраивается, обстраивается, вернее, стеной, там из 20, я не знаю, двух, и больше этажей. Вот, насколько это оправдано, насколько архитекторы могут повлиять на вот эти вот процессы? Ну, мне кажется, не только архитекторы должны влиять на эти процессы, но и какой-то здравый смысл. Вот скажу, что в Питере нет деревьев, которые росли бы выше шестого, седьмого этажа. То есть вся природа, которая вот там есть, ну, наверное, на земле есть места, где деревья и повыше, там, там, где Амазонки, где-то там, да, сиквое, да, то в Петербурге дерево растет где-то до шестого, седьмого этажа, потом оно погибает, какое бы дерево ни было. И весь город, вот я недавно заметил такую вещь, что высота деревьев, она равна горизонтали. Вот это, как бы, небесная линия Лихачева, она выстраивается. Что касается сегодняшнего, наверное, перегиба и то, что в Петербурге, я бы хотел немного в истории, потому что Петербург особый город. Случилось так, что когда в 50-е годы в Москве проходил некий конгресс, то одно из направлений здравых развитий исторических городов было строительство города. И действительно так вышло, что только единственный город выполнил это все Петербург. потому что как-то сейчас его сложилось, что город был создан, ресурс вот этой как бы 30-х, 50-х годов создал некий периметр, после чего было принято очень мудрое решение вокруг Петербурга построить Ленинград, я не буду говорить, Ленинградская часть. В Петербурге уже входит в термин Ленинградская часть Петербурга. И на сегодняшний день я согласен совсем другой город. Но нынешняя метаморфоза, когда вот за этим Ленинградской частью строится еще на периметре вот еще что-то, я думаю, что это в принципе на сегодняшний день явление нездоровое, оно не связано вот с нашими познаниями в области студенчества, когда еще были санитарно-защитные зоны городов, там это все, что вы говорите, переходило еще в хороший лес, и только потом что-то получаться. Мы живем в мегаполисе и наверное сегодня невероятная идея обратной линзы, там столько теорий, но это величайшая глупость строить еще плюс юридический прецедент, у вас такого нет, а в Петербурге, в Москве с одной стороны это граница, вот эти все вещи вырастают, китайская стена вырастает на границе двух субъектов, на границе города и области. И значит там более вообще забавная ситуация, область со стороны города строит вот эти высотные дома, не потому что она инициирует это, приходит бизнес и деформирует город, с той стороны поступает там какие-то промышленные инфраструктуры туда уводит и строит жилье. И вот это получается, это действительно с двух сторон крепостная стена подходит. И такая же проблема в Москве и мне кажется, что сегодня в Петербурге уже издан ряд документов, высотность не выше 40 метров и только в исключительных случаях при необходимости анализа доказательной пазы 40 метров это в общем-то не та стена, про которую мы говорим. И те же процессы я увидел здесь, они идут и мне кажется, высотные дома это очень хорошо, но они должны быть уместны. Это очень опасно, тем более в вашем 3D городе вот это очень ответственная вещь. Да, может быть как раз остановитесь на теме Нижнем Новгороде, чем как бы для вас он оказался характерным. Что такое 3D? Вот как бы нижегородцы не все, наверное, это поняли еще. Вы знаете, что поразило сразу, когда мы в 6 утра приехали, нас водитель привез на видовые точки, мы увидели прекрасный старинный русский город. Мы обратили на это внимание, мы еще не посмотрели современные здания, мы посмотрели то, что город, вот размеры улиц такой старинный купеческий город с огромным количеством церквей, усадеб, которые мирно разрушаются, да? Нет, 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 я про купеческие говорю, потому что купеческие дома были, мне кажется, вот эта промышленная выставка сразу и вот разлив двух рек. Это вообще фантастик. То есть рельеф города, по идее, и вот именно город на реках, да, он должен диктовать свои вот эти нисходящие, рельефные, вот такие очень позитивные вещи, которые вдруг стали утеряны, да? Мне кажется, вот эта идентичность нарушена, уничтожаются малоэтажные дома, по идее, за ними должны быть на удалении высотные были дома. Некоторые там выглядят как выбитые зубы, оттеные, даже непонятно, как после бомбежки, да? А это вот такая засуха штучная, где-то на горе, там дома. Когда сверху видишь, все это гораздо лучше в сторону. Когда смотришь снизу, конечно, пострашнее силуэты. И вот это все намешано, перемежается, и здесь просматривается вся история, даже наша политическая история, наша экономическая. Все этапы, развала, там, экономики, взлета экономики, да, элитные дома в 90-е, потом опять, значит, что-то. Вот это все просматривается. Город в какой-то открытый исторический сад. Ну, это все сразу, первое, что мне хотелось, мне хотелось закрыть ваше дночство, которое деревянное, замечательное, что мы пропадаем в России, и прямо какие-то районы объявить память. Но тенденция бизнеса другая, поэтому, а масштаб удивительный, масштаб очень комфортный, рельефы, улочки поворачиваются, неожиданные, вот так, можно посмотреть, это очень неожиданно, помещение современное и старое, это не уникальное, вот это мне очень сильно понравилось. Я бы тоже хотел продолжить, но, первое, мне такое первое впечатление, я долго собирался сюда приехать, наконец-то случилось, и мои друзья, вот, значит, меня сюда звали много лет, и спасибо за приезда. Я хотел бы сказать, очень дружный город, очень дружный по масштабу, по ландшафту, город, который хорошо адаптируется к современной, попытка адаптировать к современной жизни, сохраненные трамваи, вот эта стилевая историческая полифония, она, в общем-то, объединяется ландшафтом, структурой города, я думаю, что город интересен, и современный этап тоже интересен, своей, вот, может быть, такой, знаете, натруженностью, очень много такой хорошей, качественной, кирпичной кладки, о чем мы говорили, это не в каждом городе встретишь, и я думаю, что немаловажный момент, то, что в эпоху, значит, перемен, начало перемен, коллегами нашими, значит, третонов, естов, основоположники школы, и воспетый иконниковым, тоже нижегородный контакт, насколько я слышал, что он родился в Нижнем Новгороде, проверим, и вообще, о Нижнем Новгороде, мне кажется, город этот уникальный, в каком плане, потому что все географические и исторические интеллектуальные меченые города, они имеют в жизни, ну, далеко за примером ходить не надо, Петербург находится в дельте Невы, да, река Нева, это даже не река, это протока, соединяющая старый уровень океана, снова превращается в дельту, это место всегда будет жить, мы сегодня говорили о Москве, феномен образования Москвы, это пересечение двух путей, северной ветки шелкового пути и пути из Варяг в Греки, в Греки, отсюда энергия Москвы, это город, здесь слияние двух великих узких рек, здесь Стрелка, это однозначно геометрический меченый город, видный даже из космоса, у него безусловно энергия жизни, есть и в будущем гарантированно. за участие в этом круглом столе, я хочу сказать, что мы на этой высокой ноте заканчиваем, спасибо вам, и давайте мы... спасибо большое, я одновременно должен сказать, что, слушая вас, в честь удовольствия, в двух-трех словах выражается, начиная с того, как стареет саня, заканчивая последовательно подмещением. Даже когда глинобитные делали, это равно имитирует под кирпичную классу, потому что, да, все равно на поле. и природа ее не обманет, природа ощущений. Спасибо вам, спасибо. Спасибо.